Что ж мой Онегин, полусонный, В постелю с бала едет он, А Петербург неугомонный, Уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, На биржу тянется извозчик, С кувшином Охтенко спешит, Под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный, Открыты ставни, трубный дым, Столбом восходит голубым, И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке Не раз уж отворял свой васиздас. Но шумом бала, утомленный, И утро в полночь, обратя, Спокойно спит в тени блаженной Забав и роскоши дитя. Проснется заполдень, И снова до утра жизнь его Готово однообразно и пестра, И завтра то же, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений? Свободный, в цвете лучших лет, Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений, Вообще ли был он средь перов Неосторожен и здоров. Нет, рано чувствованием остыли, Ему наскучил светошум, Красавицы недолго были Предмет его привычных дум, Измены утомить успели, Друзья и дружба надоели, Затем, что не всегда же мог Бештекс и Страсбургский пирог, Шампанской обливать бутылкой, И сыпать острые слова, Когда болела голова, И хоть он был повеса пылкой, Но разлюбил он, наконец, И брань, и саблю, и свинец. Недуг, которого причину Давно бы отыскать пора, Подобный английскому сплину, Короче, русская хандра, Им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, Попробовать не захотел, Но к жизни вовсе охладел. Как чальд-гороль, Тугрюмый, томный, В гостиных появлялся он, Ни сплетни света, Ни бастон, Ни милый взгляд, Ни вздох нескромный, Ничто не трогало его, Не замечал он ничего. Причудницы большого света Всех прежде вас оставил он. И правда то, что в наше лето Довольно скучен высший тон. Хоть, может быть, иная дама Толкует сея и бентама, Но вообще их разговор Несносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, Так величавы, так умны, Так благочестия полны, Так осмотрительны, так точны, Так неприступны для мужчин, Что вид их уж рождает сплин. И вы, красотки молодые, которых поздню порой Уносят дрожки удалые По петербургской мостовой, И вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперса, Зевая за перо взялся, Хотел писать, но труд упорный Ему был тошен. Ничего не вышло из пера его, И не попал он в цех задорный Людей, О коих не сужу, Затем, что к ним Принадлежу. И снова, Преданный безделью, Томясь душевной пустотой, Уселся он с похвальной целью Себе присвоить ум чужой. Отрядом книг Уставил полку, Читал, Читал, А все без толку, Там скука, Там обман Иль бред, В том совести, В том смысла нет, На всех различные вериги, И устарела старина, И старым бредит новизна. Как женщин он оставил книги, И полку с пыльной их семьей Задернул Траурной тофтой. Условий света, Свергнув бремя, Как он, Отстав от суеты, С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, Мечта мне вольная приданность, Неподражательная странность И резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, Он угрюм. Страстей игру Мы знали оба. Томила жизнь обоих нас, В обоих сердце жар угас, Обоих ожидала злоба, Слепой фортуны И людей на самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, Тот не может в душе Не презирать людей. Кто чувствовал, Того тревожит призрак Невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, Того змея воспоминаний, Того раскаяния грызет. Все это часто придает Большую прелесть разговору. Сперва Онегин язык Меня смущал, Но я привык К его извительному спору И к шутке с желчью пополам И злости мрачных эпиграм. Как часто летнюю порою, Когда прозрачное светло Ночное небо над Невою, И вот веселое стекло Не отражает лик Дианы, Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь, Чувствительный, Беспечный вновь, Дыханием ночи благосклонной Безмолвно упивались мы. Как в лес зеленый Из тюрьмы Перенесен колодник сонный, Так уносились мы мечтой К началу жизни молодой. С душою полной сожалений Я, опершися на гранит, Стоял задумчиво Евгений, Как описал себя Пеит. Все было тихо, Лишь ночные перекликались часовые, Да дрожек отдаленный стук Смельенный раздавался вдруг, Лишь лодка веслами махая, Плыла по дремлющей реке, И нас пленяли вдалеке Рожок и песни удалая, Но слаще средь ночных забав Напев торкватовых октав. Адриатические волны, О, Брента, нет, увижу вас, И вдохновение снова полный Услышу ваш волшебный глаз. Он свят для внуков Аполлона, По гордой лире Альбиона Он мне знаком, он мне родной, На чей Италии золотой Я негой наслажусь на воле, С венецианкой молодой, То говорливой, то немой, Плывя в таинственной гондоле, С ней обретут уста мои Язык Петрарки и любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды, Маню ветрило кораблей, Подрезой бурь с волнами споря По волнам распутью моря, Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег Ненеприязненной стихии, И средь полуденных зыбей Под небом Африки моей Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил. Онегин был готов со мною Увидеть чуждые страны. Но скоро были мы судьбою На долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегином собрался Заимодавцев, жадный полк. У каждого свой ум и толк, Евгений, тяж бы ненавидя, Довольный жребием своим, Наследство предоставил им Большой потери в том не видя Или предузнав издалека Кончину дяди старика. Вдруг получил он в самом деле От управителя доклад, Что дядя при смерти в постели, И с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений тотчас на свидание Стремглав по почте, поскакал И уж заранее зевал, Приготовляясь денег ради, На вздохи, скуку и обман, И тем я начал мой роман. Но прилетев в деревню дяди, Его нашел уж на столе, Как дань, готовую к земле. Нашел он полон двор услуги, К покойнику со всех сторон Съезжались недруги и други, Охотники до похорон. Покойника похоронили, Попы и гости ели, пили, И после важно разошлись, Как будто делом занялись. Вот наш Онегин сельский житель, Заводов, вод, лесов, земель, Хозяин полный, А досель порядка враг и расточитель, И очень рад, что прежний путь Переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новые, Уединенные поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчание тихого ручья, На третьей роща, холм и поле Его не занимали боли, Потом уж наводили сон, Потом увидел ясно он, Что и в деревне скука та же, Хоть нет ни улиц, ни дворцов, Ни карт, ни баллов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, И бегала за ним она, Как тень ильверная жена. Я был рожден для жизни мирной, Для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, Живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, Брожу над озером пустынным, И фарниенте мой закон. Я каждым утром пробужден Для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, Летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы Провел в бездействии, в тени Мои счастливейшие дни. Цветы, любовь, деревня, Праздность, поля Я предан вам душой. Всегда я рад заметить Разность между Онегиным и мной. Чтобы насмешливый читатель Или какой-нибудь издатель Замысловатой клеветы, Слечая здесь мои черты, Не повторял потом безбожно, Что наморал я свой портрет, Как Байрон, гордости поэт, Как будто нам уж невозможно Писать поэмы о другом, Как только о себе самом. Замечу, кстати, все поэты Любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, И душа моя их образ тайной сохранила, Их после муза оживила, Так я обеспечен воспевал И деву гор, мой идеал, И пленец берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, Вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев Ты посвятил ее напев? Чей взор, волной и вдохновенье, Умельной лаской наградил Твое задумчивое пенье? Кого твой стих боготворил? И другие, никого, ей-богу. Любви безумную тревогу Я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал Горячку рифм, он тем удвоил Поэзии священный бред, Петрарке шествуя во след, А муки сердца успокоил, Поймал и славу между тем, Но я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явилась муза, И прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза Волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует, Перо, забывшись, не рисует Близне оконченных стихов Ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет, Я все грущу, но слез уж нет, И скоро, скоро бурь и след В душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать Поэму, песен в двадцать пять. Я думал уж о форме плана И как героя назову. Пока мест моего романа Я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго, Противоречий очень много. Но их исправить не хочу. Цензуре долг свой заплачу И журналистам на съеденье Плоды трудов моих отдам. Иди же к Невским берегам Новорожденное творение И заслужи мне славы, дань, Кривые толки, шум и брань.